Обеспечение безопасности в период новогодних праздников. Эта тема стала главной на селекторном совещании, которое провел губернатор Тверской области с главами муниципальных образований. В центре внимания комиссии вопросы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхневолжья. В Тверской области в новогодних культурных событиях ожидается участие около 35 тысяч человек. Праздничные программы подготовили муниципальные театры, музеи, дворцы культуры. Это значит, что вопрос безопасности самый важный. Наша общая задача, как мы ежегодно с вами это и организовали, и проводили, это пройти все наши новогодние мероприятия без происшествий. Сейчас заблаговременно необходимо во всех муниципальных образованиях провести проверку и осмотры мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Во время проведения массовых мероприятий обеспечить дежурство сотрудников полиции и медицинских работников, подчеркнул Игорь Рудене. Также губернатор обратил внимание на подготовку к новогодним праздникам особых категорий граждан. Также до праздника важно проинспектировать семьи, которые мы с вами с большим уважением называем многодетными семьями. Это задача соцзащиты, это задача глав сельских и муниципальных образований и ваших заместителей. И, соответственно, обязательно посетить всех наших жителей и гостей, которые у нас относятся к группе риска. По информации регионального Минздрава, уже утверждены графики дежурства специалистов в медучреждениях. Они размещены на официальном сайте ведомства. Игорь Рудене подчеркнул, важно довести до жителей региона информацию о графике работы больниц и поликлиник на праздничных выходных. Также на усиленный режим переходят специалисты ЖКХ и энергетики. В муниципалитетах создано более 600 аварийных бригад, сформировано резерв топлива и материально-технических ресурсов. А именно дизель, генераторы, насосы, тепловые пушки, передвижная котельная, другая техника и оборудование. Всего более 900 единиц. Особое внимание будет уделено проведению мероприятий во время праздника Крещения. Игорь Рудене отметил, что уже сейчас нужно решать вопросы об организации купалин, дежурств в Крещенскую ночь полиции, спасателей и медиков.